Это атмосфера поиска ведьм, репрессий, страха, круговой поруки. Это вообще как бы характеристика всей системы. Это то, что досталось России в наследие еще от Советского Союза. От Советского Союза, который, ну как принято считать, разрушил Михаил Горбачев, общественный деятель, политический деятель, который умер и вот которого уже два или три дня хоронят в Москве. И собственно о том, как это происходит. На днях с ним пришел попрощаться Путин. Он сделал это символично в морге. Вот сегодня в Москву прилетел премьер Венгрии Орбан для того, чтобы провести в последний путь Горбачева. Горбачева оценки деятельности которого неоднозначные. Давайте посмотрим одну из версий, кем он был. Сегодня в России прощаются с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик умер 30 августа в возрасте 91 года. Поменьше громких слов, восхищений друг другом, побольше деловитости, ответственности за порученное дело. Церемония прощания проходит в колонном зале Дома профсоюза в Москве. А похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище российской столицы рядом с супругой. Путин на похоронах не присутствует. Он попрощался с последним главой СССР в морге Центральной клинической больницы 1 сентября. В России Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза. До 60% жалеет о распаде Союза. Но когда ставят вопросы, а вот вы хотели, чтобы сейчас возродить СССР, они боятся почему-то СССР. Главное достижение Горбачева в том, что в то время развал Советского Союза произошел бескровно. Но на фоне других советских лидеров Горбачев выглядел как человек, который пытается изменить политический курс СССР от авторитарности к демократии. Он начал проводить реформы, чтобы изменить бюрократизированные и коррумпированные советские структуры. Мы должны думать, заботиться о будущем страны и о всех поколениях, живущих в нашей стране. Горбачев вошел в историю как человек, который пытался сделать невозможное. Он пытался очеловечить Советский Союз. Именно в период его каденции началась политика гласности и перестройки, которая предусматривала в частности свободу слова и вероисповедание. Очень серьезную работу ведем к тому, чтобы не только на ближайшие пять лет, а на все оставшиеся 15 лет до 2000 года темпы развития нашей экономики поднять таким образом, чтобы ускорить движение всей страны. Также Горбачева называют самым любимым русским в Германии. Они благодарны ему за роль в объединении Германии. Личное решение Михаила Горбачева в сложной исторической ситуации нельзя недооценивать. В течение 24 часов после падения стены и КГБ пытались доказать ему, что советские войска в Германии находятся в опасности и советской армии нужно вмешаться, Горбачев им не поддался. В период его нахождения у власти произошла авария на Чернобыльской АЭС. Михаил Горбачев уже в старости признавал, что некоторые действия власти после взрыва были неправильными. Манифестации не были отменены, так как 1 мая еще не было полной картины случившегося. Действительно, мы боялись паники. Вы сами можете представить себе возможные последствия массовой паники в многомиллионном городе. Теперь ясно, что это было ошибкой. Михаил Горбачев пережил покушение на свою жизнь. 7 ноября 1990 года Александр Шмонов стрелял в Горбачева во время демонстрации. Президент СССР стоял на трибуне мавзолея. Шмонов дважды выстрелил, но один из милиционеров успел ударить по обрезу, и обе пули ушли выше. Попытка стрелять, и естественно, мишень Горбачева прежде всего. После распада Союза Горбачев создал фонд своего имени. Пока позволяло здоровье, ездил по миру с лекциями и раздавал интервью. В первые годы правления Путина Горбачев критиковал нового президента. Но позже он даже хвалил Путина. Впрочем, время от времени Горбачев высказывал свое мнение о нынешнем президенте Российской Федерации. Это слова Горбачева из интервью «Медузе» за 2018 год. Когда я сказал, что он считает себя заместителем Бога, конечно, его злит это. Он же сказал, что надо Горбачеву язык укоротить, президенту язык укоротить. Но невзирая на периодическую критику Путина, Горбачев все же оправдывал оккупацию Крыма. В своей последней книге «Остаюсь оптимистом» он написал вот это. Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции. Уже в 2016 году Горбачева объявили в Украине персоной нон-грата. А 26 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Горбачев фонд опубликовал вот это заявление. В связи с военной операцией России на Украине, начавшейся 24 февраля, мы заявляем о необходимости скорейшего прекращения военных действий и немедленного начала мирных переговоров. В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни. Уже в июле российский журналист Алексей Венедиктов, который являлся близким другом политика, заявил, что Горбачев ужасается, увидев, как Путин разрушил дело его жизни. Я могу вам сказать, что он разочарован. Конечно, он понимает, что происходит. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева. За пределами России Горбачева считают человека, который закончил холодную войну, который дал свободу в Восточной Европе, который позволил двум частям Германии вновь объединиться. В России же Горбачева считают человеком, проигравшим страну. Если бы я был и продолжал свое дело перестроечное, то разграбления страны не было бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова